здравствуйте дорогие друзья с вами Евгения Таро и сайт magexpert.org давайте немножечко хайпанем на горячей теме а именно сейчас со всех утюгов идет обсуждение Регины Тодоренко честно говоря существование этой девушки до сегодняшнего дня меня особо не волновало я не являюсь ни ее подписчицей не ее поклонницей я к ней абсолютно безразлично поэтому в своих суждениях буду скорее всего беспристрастно и буду опираться только на ее карту рождения как астролог и рассматривать мы будем именно китайскую астрологию под названием бадзи или восемь иероглипов или четыре столпа судьбы как еще называют эту астрологию и так с чего начнем всегда мы начинаем плясать с того какой господин дня у человека а господин дня это вот личность да я называю это ядром личности господин дня у Регины это ген или янский металл который обычно принято изображать в виде топора как символично правда топор это на самом деле агрессор и вот высказывание Регины которая на нее опрокинула ушат холодной воды нынче и отказ многих компаний сотрудничать с ней дальше в качестве рекламодателей на самом деле для нее будет не совсем понятен с чего все так сполошились что такого она сказала то есть она может искренне не понимать в чем проблема потому что она выражала искренне свою мысль а поскольку ген это агрессор то ему непонятна психология жертвы и ген никогда не станет на сторону жертвы потому что ему это не присуще да то есть вот это поведение жертвы психология жертвы страдания жертвы они непонятны потому что ген можно так сказать лучшая защита это нападение если ты понимаешь что на тебя сейчас кто-то будет нападать напади первым пресеки эту попытку и соответственно ей искренне может быть непонятно что вот какой-то мужчина мог поднять руку на женщину потому что в ее психологии если мужчина так поступает ну дай сдачи но не реви вот дай сдачи в конце концов не можешь дать сдачи ну отомсти как-то по-другому но не будь жертвой не жуй сопли и не снимай это на камеру не жалуйся это то что понятно ген но мы то все разные и то что хорошо для ген то может быть совершенно не хорошо для всех остальных господинов дня и вот эти все остальные господины дня ополчились против ген потому что эта психология им не близка окей давайте смотреть дальше так мы выяснили что господин дня у регины это ген агрессор нападающий топор которому не присуща психология жертвы и то что она озвучивала она озвучивала свою природу по большому счету и не видит в этом ничего такого предосудительного и понять не может чего вот так вот все сполошились вдруг что такого она сказала просто не надо быть жертвой это так просто да давайте порассуждаем вот на какую тему очень много теоретиков которые про ген рассказывают вам всякое я расскажу свои практические наблюдения и свои соображения и свои догадки ген на самом деле это ведь венера в китайской астрологии это венера венера казалось бы это бенефик в астрологии западной или в той же ведической астрологии считается что это малое счастье то есть это благоприятная планета в греческой мифологии или римской в данном случае венера это просто богиня любви и все такое прочее как так да ведь венера же это сама красота наипрекраснейшая она была признана наипрекраснейшей так в чем же проблема почему вот это вот венера предстает у нас в образе ген агрессора а давайте рассуждать о венере другом ключе давайте задумаемся о том вот в астрологии майя вот эти вот все народы майя кому они поклонялись они поклонялись венере как богу войны прикиньте не марсу а венере как богу войны венера является сейчас я вас может быть некоторых удивлю люцифером несущим свет люцифер это венера прикиньте да если что если для вас это открытие то вот пожалуйста напишите об этом в комментариях если вы впервые об этом услышали да да именно венера является люцифером или люцифер это венера дальше венера если уж брать римскую мифологию это чья жена гефеста если я не ошибаюсь а кто такой гефест это кузнец который ковал оружие а чья на любовница она любовница марса который является богом войны а кто ее сын амур с луком и стрелами да вот этот милый купидончик на самом деле очень агрессивный который поражает в цель причем не глядя да и пофигу кого вот возьмет выстрелит в двух мужиков и они полюбили друг друга а все остальные их осуждают а я я не хорошо но они не виноваты что амур с ними так жестоко поступил любовь зла как говорится да полюбишь в общем того на кого укажет вам амур ну так вот как мы видим венера это не такая уж и безобидная особо соответственно да это вроде бы красивая девушка но с воинственным достаточно характера более того давайте посмотрим что этот гэн сидит у нас на собаке собака шелестяка я так обычно называю этот столб гэн у гэн сюй прошу прощения я всегда вот этот иероглиф собаку путаю с янской землей которая у называется ой и вечно то назову сюй на янскую землю потом о май гад то скажу у на эту собаку значит ну ладно немножко оговорилась ничего страшного ну так вот сидит этот гэн у нас на собаке это у нас такая железная собака железяка только да ей погавкать она не то что облает а скал свой покажет дай боже не дай бог вы еще и палец сунете так она по локоть вам его отгрызет вот что такое гэн сюй ребята это далеко не безобидная девочка если знаете для многих стало открытием а у ты какая оказывается ты смотри мы-то думали ты хорошая от его какая да ребята вот она такая это ее природа должны ли мы знаете на нее всех собак сейчас спустить я не знаю но это ее природа ей искренне не понять психологию жертвы она не понимает как вообще такое может быть потому что она сама не может оказаться в таком положении потому что если ее мужчина ударит она ударит в ответ да и я же говорю там под шконку загонит и он оттуда еще будет пищать и перещать региночка не бей меня пожалуйста только не ногами только не ногами вот как то тогда это я утрирую я шучу разумеется я надеюсь меня смотрят взрослые люди адекватные понимают что я девушка с юмором я могу шутить но тем не менее в каждой шутке есть доля шутки остальное все правда так вот такой столб дня называется еще куйганг куйганг это такая звезда символическая которую китайские астрологи в древности очень боялись если эта звезда есть в карте женщины они обычно мужчинам не рекомендовали жениться на таких потому что ой битый будешь битый будешь непокорная жена непокорная а вот и вот регина это вот такой вот куйганг кстати насколько я помню я ее так пару раз видела в вот этих вот передачах орел и решка если я не ошибаюсь и по моему именно у нее в индии астролог обнаружил в карте рождения куджа-дошу и порекомендовал ей пройти вот этот вот ритуал что он вот надо выйти замуж за дерево или там за собаку или еще за кого-то там не знаю за полено какой-нибудь да и потом это дерево срубить и выйти замуж потом за обычного человека мужчину и тогда вроде бы как куджу-дошу можно убрать из карты ну что я вам хочу сказать я не уверена что это работает не уверена может быть это работает в ведической астрологии но это не работает в китайской у нее куджа-доша в ведической а в китайской куйганг ну и куда вы от куйганга денетесь если это ее природа ну тут сколько раз за дерево не выходи куйганга не исправить ну не знаю может быть характер меняется с течением возраста и обычно когда у человека у женщины например есть куджа-доша ей нужно выйти замуж за такого же мужчину с куджа-дошей они как бы нивелируют таким образом эту дошу но тоже как бы не факт далеко не факт есть также мнение что после тридцатника куджа-доша уже не так сильно влияет и можно тоже замуж выходить но тоже как бы такая тема под вопросом это все под вопросом где статистика где пруфы нету ну значит это просто индийские сказки пока что вот когда будет статистика и пруфы я тогда поверю что эти методы рабочие пока я вижу что вот у девушки куйганг а раз она куйганг то это навсегда так по поводу ген обратите внимание на то что ген у нее еще стоит и в году в году рождения и вот этот ген который в году у нее на лошади а что такое ген на лошади вот это как раз ген у это война друзья мои ну во первых это может быть признаком того что человек будет жить в стране в которой будет вестись война и эта война каким-то образом повлияет на ее родственников на ее взаимоотношения с родственниками на ее жизнь на то где она живет на переезды на работу на ее социальный статус и так далее но кроме этого это еще показатель того что она и сама зачастую является источником конфликтов причем таких вот достаточно ожесточенных конфликтов то есть я бы не сказала глядя на эту карту что мы имеем дело с белой и пушистой это не белая и не пушистая ребята я уже говорила что это такая собака железяка палец врут ей не клади она если не по локоть то плечо точно отгрызет я не говорю о том что это плохо это ее природа и и такой сотворил бог для своих каких-то целей так что еще у нее тут в карте есть интересненького интересненького то что у нее две таких лошади она очень конфликтная женщина очень конфликтная кстати да китайские астрологи из древности тоже очень не любили женщин которые родились в год лошади потому что ну не любили не советовали их женихам вот не советовали не советовали так вот у нее этих лошадей тут две на секундочку а это ведь самонаказание человек конфликтный и сам себе делает проблем сам себе делает проблемы не кто-то извне приходит и а она сама себе может создать такие проблемы масштаба войны и потом в этой войне воевать одна против всех все против одного ну вот как то так да либо же она может окружить себя такими же как она генами и давайте ребята покажем им всем кузькину мать докажем им что они не правы а мы правы здесь может быть вот такая история да еще момент очень интересный то что у нее кроме вот этих двух лошадей вот это собачка которая сливается с одной из лошади и это огонь не очень сильная здесь комбинация огня внизу в нижних этажах скажем так этой карты рождения а что такое огонь в ее случае это власть это власть это власть причем по моему это власть у нее теоретически это правильная власть но я бы по лошадям сказала что это седьмой убийца с геном седьмой убийца ну то есть она достаточно конфликтная она достаточно агрессивно и для нее действительно лучшая защита это нападение психология жертвы для нее непонятно и необъяснимо просто потому что у нее вообще нет такого понимания соответственно не надо от нее ждать сочувствие или сопереживания каким-то жертвам она всегда будет как бы немножко на стороне абьюзера потому что ей эта психология понятнее и ближе то есть она может объяснить почему мужчина ударил женщину она может объяснить почему там кто-то на кого-то накричал но ей непонятно как кто-то позволил по отношению к себе подобное поведение а что так бывает а так можно то есть для нее это действительно вот как бы когнитивный диссонанс для ее природы для ее умонастроение и она это искренне выразила и не понимает теперь почему почему на нее все ополчились ну видимо это война да и давайте воевать в таком случае да хорошо это не тот человек который будет искренне извиняться и искренне понимать что была не права потому что она была права да потому что это ее природа у нее это так заложено в ее мозг да так такая у нее прошивка да интересно то что вот много власти в женской карте указывает еще и на то что девушка очень властная то есть она может быть очень хорошим менеджером она может быть очень хорошим директором который четко будет командовать принеси и подай иди не мешай и у нее все по полочкам по большому счету и она может быть довольно жестким руководителем очень властным человеком поэтому опять же смотрите генда еще и при власти ну какое сочувствие жертвам о чем вы говорите она действительно будет крутить пальцем у виска и думать что сама виновата ну вот как-то так меня интересует другое это то что человек обладая такими материальными ресурсами почему-то почему-то не нанимает себе астролога который бы ей сказал Региночка вот этот год 2020 для тебя это мало того что у тебя в самой карте само наказание стоит так еще и год такой приходит который входит в конфликт с тактом удачи и если до этого тебе так везло и у тебя все перло и все было хорошо и ты была любимицей у всех потому что это цветок персик и ты такая правильная девочка вот у тебя такой сформировался образ правильной девочки и очень привлекательной все тебя любят все тебя хвалят у всех ты прям самая-самая лучшая самая красивая ты пожалуйста следи за тем что ты говоришь когда и кому потому что когда приходит крыса когда приходит крыса она наказывает кролика и это называется наказание нелюбовью или не цивилизованный разрыв как это проявляется в реальной жизни ну например в личных отношениях это может быть насилие да вот муж может ударить жену или жена может ударить мужа или же это может быть так что муж развернулся и ушел и бросил или ты полюбила другого и разорвала отношения и обидела мужа то есть это может в личной жизни проявляться это может проявляться в работе не цивилизованный вот этот разрыв или наказание нелюбовью это когда любовь превращается в хейт и вот смотрите вот те армии поклонников миллионы которые до этого на нее смотрели как на небожительницу и тут она оступилась упала в эту толпу ее порвут на куски это стопудово то есть ее так захейтят что ей мало не покажется потому что вот эта комбинация кролик и крыса ну это буквально изнасилование ну может быть не в прямом смысле этого слова не в сексуальном но это будет изнасилование вот в психологическом плане причем смотрите эта крыса ведь тоже металлическая с тем самым геном то есть генов пришло очень много вы представляете какое тут рубилище начнется просто рубилище правда на куски порвать готовы очень некрасивая ситуация если бы у нее был свой личный астролог желательно китайский да я не имею ввиду узкоглазого а имею ввиду может быть русскоговорящего нормального человека боже мышь я несу вот ну я надеюсь вы меня поняли который по-русски ей объяснит что детка ты сюда не ходи ты сюда ходи а то снег башка попадется всем больно будет вот я не понимаю искренне не понимаю богатых людей обладая такими ресурсами допускать такие ошибки имея возможность нанимать себе кучу астрологов просто толпами этих астрологов найми найми себе менеджера который обработает всю эту информацию тебе ее структурирует и подаст в удобоваримом виде и ты будешь знать что вот в этом году сиди тихо не высовывайся не выражай свои мысли на публику особенно вот подобного рода за что тебя могут захейтить чтобы вот эта народная любовь превратилась в народная негодовая да еще по карте Регины что хочу сказать откуда вот такая популярность да вот интересно ну казалось бы девочка ничего из себя не представляет ну либо я просто ее не знаю да то есть я не ее поклонница я же говорю я абсолютно к ней безразлична я понятия не имею кто она так пару раз в Орле и Решке видела поэтому как бы к ней никаких эмоций не испытываю честно говоря мне иногда непонятно откуда у человека такая популярность за что что такого она делает интересненько ну объяснение всегда есть в картах рождения ну смотрите вот эти лошади вот эти лошади которые с одной стороны самонаказание и власть вот эта излишняя причем неправильная власть и плюс ко всему прочему это вот огонь такой прям кипящий который вот бурлит кипит и вот надо в конфликты в конфликты вступать вот этот же огонь это для нее командное влияние то есть она способна и вот этих звезды две у нее да причем смотрите и по дню и по году для нее эта звезда и в двух столпах но это до середины жизни так будет не всегда во второй половине жизни вся история эта поменяется поэтому хайпуй пока молодая называется да вот пока ты можешь влиять на людей пользуйся моментом ну так вот командное влияние это и есть инфлюенсер современным языком если выражаться это и есть инфлюенсер вот толпы людей пожалуйста плюс у нее братство братство стоит впереди планеты всей то есть в году рождения а что такое братство в году рождения это во-первых хорошая актриса как это не странно бы сейчас звучало но она хорошая актриса плюс она такая же как вы то есть это такая комбинация иероглифов указывающая на то что человек не сильно-то выделяется из толпы то есть она не обладает какими-то какой-то специфической красотой что вот она вышла на улицу ее все узнали и достаточно надеть очки пройти может быть с ненакрашенными губами ее вообще в толпе никто не узнает потому что она такая как все обычная обыкновенная такая как все братство в году рождения такая как все и вот ребята я такая как вы и я инфлюенсер ну плюс еще видите такт удачи у нее правильной печати на кролике правильная печать на кролике это вот такая правильная девочка которая всем нравится правильная девочка которая всем нравится вот этот образ И вот эта правильная девочка, да, вступила в крысу, а крыса говорит, нифига ты неправильная девочка, ты плохая. А вот да, кстати, то, что Регина Тодоренко на самом деле, ой, прошу прощения, пардонте, так, прошу прощения, перебил меня звонок, отвлек меня от повествования, вернемся к карте рождения Регины, так вот, что хотела я сказать. А Регина-то, несмотря на вот этот образ правильной девочки, которая всем нравится, и мы тут увидели, что крыса ее нагибает и говорит, нифига ты неправильно, она ведь вообще сама по себе большая любительница плохишей, плохишей, то есть таких вот брутальных, нехороших мальчиков. Давайте посмотрим, где это видно в ее карте. Смотрите, дух наслаждения в месяце рождения стоит на седьмом убийце, то есть эта девушка вот как магнитом просто притягивает к себе моральных уродов, простите за такое выражение. Может быть, оно не совсем здесь правильное, но не совсем здесь верное, но скорее преувеличенное все-таки. Но ей нравятся именно плохие мальчики. И посмотрите на выбор ее супруга. Блин, я когда услышала, что Регина Тодоренко, да, вот для меня она ассоциировалась с вот этой вот девочкой из Орла и Решка. Орла и Решки, простите, оговорилась. И она выходит замуж за кого? За Влада Топалова? У меня, если честно, немножко даже челюсть отольвилась. За вот этого Влада Топалова, который из Смеша, который там замешан был, ну, у него не очень хорошая репутация. Там и наркотики, и какая-то порнография, ну, что это такое, какие-то скандалы были. Ну, и посмотрите на его лицо. Я ничего плохого не хочу сказать об этом человеке. Может, он исправился, может, он изменился. Но, извините, у него лицо мужчины, которого обычно называют на букву «Б». То есть, ну, как бы, или другими словами, ну, так, чтобы не применять здесь ненормативную лексику, любитель женщин, да, но тот, который не хранит верность, тот, который не завязывает свой орган в узелок, да, а вот применяет его по назначению, где надо, где не надо. То есть, ну, вообще этот мальчик не ассоциируется у меня с хорошим, правильным мужем. Это типичный такой вот седьмой убийца, плохиш. Ну, может быть, это просто мое впечатление. Надо открыть его карту и да посмотреть, какой он на самом деле, потому что это может быть тоже образ на публику «Я, типа, такой плохиш». А сам на обычной в своей жизни очень даже может быть хороший мальчик. И такой правильный, честный, верный, добрый, заботливый муж, который вот горою за жену свою будет становиться. Да, и всех обкладывать нехорошими словами. Да, возможно, возможно. Сейчас проверим. Это же не это, не самая сложная задача открыть его карту да посмотреть, что там да как. В общем, она любительница плохишей. Что-то я еще хотела добавить по ее карте. А, вот ассоциацию свою хотела вам рассказать про Гэн, который на лошади. Помните вот эту последнюю финальную сцену из «Терминатора 2», где наш любимый Арни, значит, в чане с раскаленной лавой. И вот так вот только ручка от него остается со знаком «Ну, вы держитесь там». А я все, я ухожу. Я устал. «Терминатор» устал. И, в общем, все, расплавился в этом чане. Кипящего железа, в кипящей маме. Вот мне вот эта картина «Терминатора в огне» напоминает, да, вот который расплавился. И это ведь очень символичная картина, которая тоже может показывать, что вот ты сильная женщина, но если тебя очень хорошо нагреть, вот ты потечешь, ты поплавишься, ты поплывешь, грубо говоря. Ну, вот такая здесь может быть история. Так, что еще интересного я вам хотела тут поведать, да рассказать? А то, что ее господин Дня сидит на пустом дворце брака. А вот смотрите, девушка Куйганг, девушка Ген, девушка родилась в год лошади. Это такие вот уже стрёмненькие показатели для бракосочетания и для семейной жизни. Плюс еще и дворец брака в пустоте. Боюсь, что вот тот вот ритуал, который ей провели в Индии, он не работает. Ну, он вряд ли это исправит. Там ни один такой ритуал надо провести, и я не знаю, возможно ли исправить то, что вот высечено в судьбе. Здесь явно указание на какие-то неудачи в личной жизни, и это не очень хорошая идея выходить замуж с такой картой рождения. Так, я ни в коем случае не хочу ничего плохого прогнозировать, что вот обязательно разведутся, но я не исключаю такую вероятность, опираясь именно на статистику, на свои наблюдения. Здесь есть еще один очень тревожный моментиц, о нем я тоже, может быть, скажу, но я надеюсь, что Регина не посмотрит это видео, как бы, ну зачем оно ведь. Вот. Ну так вот, что хотела еще добавить. Демон красной красоты здесь у нее, помимо пустоты, демон красной красоты. Обычно демон красной красоты выдает девушек замуж не за тех мужчин. То есть она любительница плохишей, она выбирает себе плохиша, выходит за него замуж, и потом, ах ты, елки-палки, что-то может я ошиблась, да, вот может быть такой поворот судьбы неожиданный. То есть демон красной красоты толкает женщину не в те объятия. Либо же, знаете, как бывает, вот когда женщина очень долго выбирает, очень долго перебирает, и этот ей не такой, и у этого уши кривые, а у этого ноги колесом, а этот трех слов не свяжет, а этот как тряпка, а вот этот вроде бы ничего, но как откроет рот, как-то, о господи, господи, лучше бы он его никогда не открывал. То есть понимаете, да, демон красной красоты, он может уводить женщину от мужчин, может быть, и неплохих для брака, и толкать ее в объятия к тем мужчинам, с которыми она может быть впоследствии не очень-то счастлива. Причем сама же будет этому причиной. И вот эти фразы, которые она произносила, это фразы, они считаны с ее судьбы. А что она сделала, чтобы он ее не бил? Да, то есть это вот ее судьба, она вот такими же словами говорит. То есть в ее карте заложено, что она сама является источником конфликтов, она сама выбирает не тех мужчин, она сама влюбляется в каких-то плохишей непонятных, она сама вступает не в те отношения и так далее. И поэтому она возлагает ответственность на жертву, что вот, дескать, сама же виновата, сама не того выбрала, сама что-то не то сказала, вот и получила подзатыльника. Но ты не реви, а дай сдачи, или отомсти как-то по-другому, но не будь слабачкой. Да, вот это ее природа, это ее карта, это ее судьба. Ну вот так ей не повезло, что у нее не было астролога, который бы ее предупредил, что ты вот тут промолчи, не лезь на рожон, сиди тихо в этом году, сиди дома, не выходи в интернет. А если выходишь, то строй образ, продолжай строить образ хорошей девочки. И не говори ничего, что могло бы, могло бы как-то быть неправильно понято окружающими тебя людьми. Но дело в том, что она же так рассуждает, поэтому ей непонятно, за что ее хейтят. Ну как бы с ее точки зрения она права. Ну окей. Да, что я хотела еще сказать. Да, не очень приятная вещь, может быть. Но опять же, я опираюсь на пруфы, я опираюсь на статистику, на те тысячи карт, которые я уже пересмотрела за всю историю увлечения этой астрологией. Так вот, вышла она замуж в 2018 году. Ну и 2018 год, это год пустоты для нее. Это такая же собака. Плюс это косая печать. Пауза молчания. Ну вот, кто понимает немножко в астрологии, тот уже все понял. На косой печати в год пустоты выходить замуж. Как бы такая в себе идея. Но я понимаю, что пришла золотая карета, демон красной красоты, да, и толкнул ее на этот, может быть, не совсем разумный шаг. Проблема состоит еще в том, дорогие мои друзья, что она не только замуж вышла в этом году, она ребенка родила. На косой печати и в пустоту. Это признак того, что она впоследствии может не воспитывать этого ребенка. Причины могут быть разные. Ну, допустим, развод, муж забирает ребенка, и все, и ты как бы с ним видишься только по выходным итогам, если муж разрешит. Или же, ну, ладно, другие фантазии я оставлю, давайте только эту версию рассматривать, потому что другие фантазии могут быть очень такими жестокими достаточно. Я не желаю человеку зла, и вот, знаете, преподносить вот такую тяжелую информацию матери, женщине, которая родила ребенка, сказать ей, что этого ребенка впоследствии не будешь воспитывать, ты будешь вынуждена с ним расстаться, и причины могут быть разные, просто потому, что ты родила его на косой печати. Ну, это такая себе, знаете, миссия, а не из легких сообщать такую информацию женщине. Но, тем не менее, опять же, обладая миллионами, ну, почему же не нанять себе астролога, который бы сказал, неблагоприятное время для брака, неблагоприятное, ну, кто же на косой-то печати замуж находит. Я знаю, что они, по-моему, потом свадьбу в другом году отметили, но здесь же официальное оформление брака имеется в виду. Поэтому все, как бы свадьба свадьбой, а официальное оформление сильнее работать. Потому что свадьба это, ну, как бы, опять же, ну, как ритуал можно воспринимать. Ну, давайте посмотрим, что там у нее, когда была свадьба-то, когда они гуляли. 3 июля 2019 года свадебная церемония. 2019 год. Ну, о, правильная печать. Ну, хорошо. Это уже получше будет. Это уже будет немножко получше. Вот, если бы она официально не оформляла брак в 2018 году, и ребенка, если бы она родила тоже в 2019, это было бы гораздо лучше. Все еще это пустота, все еще это пустота, но все-таки это правильная печать, не касается. Вот с косой печатью нехорошо детей рожать. Не хочу. Вот. Вот такая вот картина по дате рождения. Еще добавлю то, что дальше у нее в 2023 году меняется такт удачи, и это такт удачи косой печати на тигре. Ну, вот, я бы ей порекомендовала, наверное, заняться эзотерикой. По косой печати заняться эзотерикой, таким образом реализовать эту косую печать, чтобы эта косая печать не сработала, как то, что ты все потеряешь. Ну, как все потеряешь? Громко сказано, конечно, не все, но можно потерять ребенка, да, можно потерять важные отношения, можно потерять репутацию, попасть вот в такую опалу, что тебя вообще никто за человека не держит, то есть это потерять репутацию, грубо говоря, потерять свой статус. Я бы рекомендовала, чтобы это не произошло, все-таки заняться эзотерикой, какой-то философией, какой-то метафизикой, стать немножко странненькой, неправильной девочкой, как вот сейчас, а странненькой, странненькой. Вот. И это может сработать как раз-таки ей в плюс. Ну, а тигр, тигр, тигр это доспехи, по большому счету, тигр это доспехи, и это тоже пустой такт удачи у нее. Ну, что можно порекомендовать? Нужно обрастать броней, то есть заняться метафизикой, эзотерикой, философией, психологией, и обрасти очень такой толстой кожей, потому что, ну, судя по всему, какой-то хейт будет еще тянуться за ней, или какие-то события будут происходить в жизни, может быть, не совсем приятные, вот нужно быть действительно толстой кожей, чтобы не принимать это все слишком близко к сердцу. И вот во всем видеть эзотерическое объяснение того, что происходит. Ну, по косой печати я очень настаиваю на том, чтобы она была немножко странненькой, как типа не от мира сего, и занималась, усиленно занималась психологией и эзотерикой. Это может улучшить ее жизненную ситуацию. Так, это то, что касалось ее карты рождения. Давайте теперь посмотрим, посмотрим, Влада Топалова, вот его карта рождения. И вот тут смотрите, как интересно, я не буду карту так подробно рассматривать, как мы рассматривали Регину, но карту, здесь я просто скажу так, что, вот смотрите, как интересно, сам он инский огонь, причем на бутылке. Инский огонь на бутылке, ну, то есть любитель выпить, а может быть, даже и уколоться, да, или какого-нибудь такого покрепче, позабористей принять препарат, да, то есть, ну, такой у него господин дня, и этот инский огонь вот прям сидит на бутылке, и это вот бутылка перцовки в лучшем случае, да, в худшем случае это, вы поняли, да, наркотики. Так, командное влияние, ну, тоже видите, инфлюенсер у нас, достаточно умный парень, звезда академика, достаточно умный, небесный доктор у него здесь, благородный человек, командное влияние, снова-таки мы видим, в принципе, можно сказать, что у него есть такие вот порывы благородного человека, он как раз-таки способен на какое-то сочувствие, но он довольно тревожный парень, и вот эту тревогу он гасит в бутылке, то есть ему, чтобы, вот допустим, выступать на публике, и чувствовать себя уверенно, ему нужен допинг, вот так вот, я выражусь, да, ему нужен допинг, то, что он может быть успешен только в партнерстве, только в партнерстве, при этом он должен быть как бы тенью своего партнера, это грабитель богатства, который стоит перед господином Дня, давайте я буду хотя бы вот так вот показывать, да, вот господин Дня, а вот это вот грабитель богатства, который стоит перед ним. И вот это, допустим, Сережа Лазарев, а за ним стоит Латтапалов. И вот они там вместе поют свои песенки. И вся слава, вся любовь достается, конечно же, черненькому, а беленькому только остатки. Беленький не должен по этому поводу париться, потому что это его судьба. Никакой ревности, никакой зависти, наоборот. Наоборот, здесь должно было быть то, что давай, Сережка, отдувайся за нас обоих, а я буду лавры собирать в виде дивидендов, а я буду бабки подсчитывать. А ты пой. Ты вот мой хедлайнер, а я за тобой. И вообще я такой не очень уверенный в себе парниша, мне, чтобы вот там как-то на себя сильно много внимания привлекать, мне как-то надо чем-то заправиться. А ты вроде как молодец, такой стараешься, давай вперед. Наобразую. Вот ему успех грозит только вот, когда он в партнерах и в партнерстве, и партнер сильнее его. Так, что у него тут еще? Ну, он сам такой немножко странненький, да, касая печать у него. Касая печать. Могила, хранилище. Вот это мне не нравится, если честно. Вот такой парень, способен сам себя загнать. Сами знаете, куда. Сам себя способен до цигунду рада вести. Я бы так это назвала. Хотя вот, по идее, он неплохой человек, да, вот он хороший, добрый парень. Так, так, так. Ну, хитренький, да. Это вот как раз та история, когда ему действительно надо было на амбразуры сережку и использовать его до победного конца, пока он приносил бабки. Вот, а самому там тихонько сидеть, листать и плести интриги. Было бы неплохо. Если там его какая-то зависть замучила, что вот все лавры Сереги достаются, а я тут как бы у него на бэк-вокале что-то там подтанцовываю. Ну, это глупости. Надо было использовать эту ситуацию на полную катушку и до тех пор, пока Серега был согласен. Ну, тут тоже, может быть, да, жадность, которая разгубила или вот ревность какая-то к сопернику, который, по сути, это партнер, не соперник, он партнер. Но, да, надо было с ним делиться. Не без этого. Надо было с ним делиться. Так, ну, грабитель богатства это же еще и... Ну, что ж мы только прошлое вспоминаем. Давайте говорить о настоящем, о будущем. Грабители богатства это люди, которые ну, способны увезти у тебя жену. Или же это люди, которые, опять же, могут отжать у тебя часть бизнеса, если не весь бизнес. Так, причем они тоже, видите, грабители богатства здесь на собаке сидят. На собаке сидят. Так, такие, которые тоже палец им в рот не клади и по локоть отгрызут. А собака это еще жадность, вот это самое. Вот очень жадные грабители богатства. Очень жадные. Я почему говорю, что это склонность к богатству? Потому что собака здесь с петухом в полукомбинацию металла уходит, а металл для него это деньги. Поэтому это связано и с женщинами, это связано и с деньгами. И вот грабители все время оказываются лучше его, впереди его, успешнее его и так далее. Он может как раз таки отчасти из-за этого иногда заглядывать в бутылку. Может быть это в прошлом опять же, может быть человек уже как бы смог себя взять в руки и от каких-то таких пристрастий отказаться. То есть бутылка же это же не навсегда. Так, так, так. И вот смотрите. Такт удачи, в котором он находится, седьмой убийца. То есть он неправильный муж. Он неправильный пацан. Он неправильно себя может вести. Опять же, вот в этой ситуации, в которую они сейчас попали вместе с Региной. И то, что это у него происходит из-за жены, из-за жены, мы сейчас увидим. Да, 18-й, 20-й, подождите, 20-й год. Вот, правильное богатство. Правильное богатство это жена. И он пытается ее защитить, быть благородным мужчиной в ее глазах. Но по факту вся эта ситуация у него складывается в земляное наказание. Обратите на это внимание. Да, собака, бык и коза. Вот, земляное наказание. И вот он пытается защитить, но делает это неправильно. Неправильно. Ну и, соответственно, тоже может попасть под волну этого хейта. Хотя в глубине души человек-то неплохой. Да. Просто слабый. Просто слабый. Является ли он таким вот плохишом, который нравится Регине? Пока да. Пока он в такте седьмого убийцы. Но это так меняется. И меняется он в следующем году. Меняется он на правильную власть. Ему бы, конечно, жениться было бы лучше. Именно в этом такте удачи. А не в предыдущем. Угу. И вот когда он станет правильным мужем, правильным мальчиком, возможно, он перестанет нравиться Регине. Но здесь, видите, земляное наказание включено. И здесь может быть так, что пока жена успешна, он рядом с ней. Да? Она его грабитель богатства. И он в ее тени. Если жена потеряет этот успех, будет ли Влад с ней, учитывая то, что такт удачи в следующем году у него поменяется? Вот это уже интересный вопрос, на мой взгляд, да? А тут, смотрите, еще брак был у него заключен в этом такте, который для него является седьмым убийцей и содержит в себе демона красной красоты. То есть он тоже выбирает не ту женщину. И плюс здесь еще овечьий нож. Ну, жениться на овечьем ноже. Ну, тоже как бы брак может быть не очень долговечным. не очень долговечным. Так, 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 так. Ну, вот. Вот такая у нас здесь получается картина. А, да, здесь же еще пробой у него выходит, да, крыса вместе с козой в пробои находятся друг с другом. То есть у него тоже год входит в противоречие с тактом удачи. И все это усугубляет вот это земляное наказание. И все это связано с женой, потому что правильное богатство и вот здесь вот у него много металла, а это тоже жена. Вот такая здесь у нас получается картина. Через жену и Влад может пострадать. Долго ли он это будет терпеть? Так поменяется и он может ей разонравиться, потому что перестанет быть вот таким вот бруталым плохишом и станет таким слишком правильным и, соответственно, станет скучным для нее. И он может прозреть. Часто он в седьмом убийце, а потом правильная власть приходит и у него все по полочкам хопа разложилось. А, так вот оно как все оказывается. Так я себя неправильно вел. Вот надо было себя так вести, а я вел себя вот так и тоже может прийти осознание, а ту ли женщину я выбрал. А может быть она мне не подходит. Вот тут могут быть вот такие вопросы себе заданы в следующем такте удачи. И вот чем это все развяжется мы будем наблюдать. Запасаемся попкорном и смотрим, как будут развиваться события, как будет разворачиваться сюжет. Ну, это для тех, кому это интересно. Я не принадлежу подписчикам, поклонникам, ни того, ни другой, поэтому как бы мне пофигу, но если что, пишите потом мне в комментариях, что сбылось, что не сбылось. ну, вот так. Поэтому на данном моменте я буду, наверное, заканчивать свое видео, больше мне пока сказать нечего по данным двум картам. Буду ждать от вас комментариев и может быть какого-то обсуждения, но только давайте так, еще раз повторюсь, я никого не хотела этим видео задеть, обидеть, оправдать, очернить и так далее. Я просто говорю то, что вижу в картах рождения. Я объясняю, как работают те или иные иероглифы. И все. Беспристрастно, без какого-то личностного отношения, потому что к этим людям, еще раз повторюсь, я никаких эмоций не испытываю. От слова совсем. Вот. Поэтому надеюсь на то, что в мой адрес вы не будете высказывать какие-то грубые обвинения или там я не знаю или как-то наоборот меня поддерживать и говорить правильно ты все сказала. Меня больше интересует то, что вы могли увидеть в этих двух картах рождения. И какие ваши будут прогнозы и предположения, опять же, основываясь на знаниях Бадзы, а не на своих каких-то мечтах, надеждах и фантазиях. Окей? Вот. Ну, я надеюсь на взаимопонимание, поэтому раскланиваюсь, выражаю вам уважение и надеюсь на взаимность. В общем, встретимся в следующем видеосюжете. А пока-пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok